Вот уже в седьмой раз проводится международный мотомарш. Его путь был от могилы неизвестного солдата в Александровском саду Московского Кремля и до стен Рейхстага в Берлине через Польшу, Чехию, Словакию и другие страны Европы. В этом же году мотоциклисты изменили свой привычный маршрут. Мотомарш стартовал в европейских столицах с тем, чтобы финишировать у стен Кремля. В ходе проведения мотомарша его участники провезут по дорогам Европы в Москву знамена иностранных воинских частей, чьи военнослужащие вместе с солдатами и офицерами Красной Армии боролись против фашизма. Их потомки вновь пройдут вместе одной интернациональной колонной дорогами войны, которая завершилась 76 лет назад. Этап мотомарша Россия-Юг прошел через наш город. В парке 40-летия Победы байкеров встретили представители власти, общественники и юно-армейцы. Председатель Совета Славянского района Григорий Литовко отметил большое значение этой патриотической акции. Будет передано знамя Славянского района и оно пройдет, проедет с участниками по всем нашим городам. И к 9 мая прибудет на Красную площадь. Я хотел бы выразить вам, уважаемые участники мотомарша, слова благодарности. Но это очень нужно, особенно нужно нашим людям, нашей молодежи, для того, чтобы сохранить память, правду о Великой войне, о наших дедах, прадедах, которые отстояли для нас мир. Я желаю вам хорошей дороги, крепкого здоровья и успехов. Торжественный момент этого мероприятия – передача флага Славянского района мотоциклистам. Это было поручено лучшим юно-армейцам. Я очень рада принимать участие в такой благородной акции. Сегодня мы с нашим клубом юно-армии принимали участие в передаче флага Славянского района мотоклубу «Ночные волки». Этот флаг будет привезен 9 мая на Красную площадь. Для нас это огромная честь. Участники мотомарша почтили память погибших в Великой Отечественной войне и возложили вместе со славянцами цветы к вечному огню на городском мемориале. Это акция именно дружбы народов, память о Великой Победе в этой войне, о тех жертвах, которые были принесены, в первую очередь, нашей страной, но и так же другими. И той дружбы, как я сказал на митинге, именно дружба, которая помогла победить фашизм в Великой Отечественной войне. Мотоциклисты многих стран планировали завершить свой маршрут в столице нашей Родины, где их всегда ждут. Москва встречает гостеприимно, всегда приезд этой колонны, ну и движения патриотические по плану. Программа «Минимум» – это утром перед Парадом Победы возложение цветов в могиле неизвестного солдата, а также там еще действия, будет поклонная гора, движения по Красной площади, не я этим занимаюсь, есть в планах. Флаг нашего муниципалитета пройдет по дорогам фронтовой славы вместе с мужественными парнями на мотоциклах. Все это еще раз напомнит о беспримерном мужестве победителей солдат Победы, их воинском братстве и поможет сохранению исторической памяти. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, Константин Монастыренко, программа «События».